доброе утро ребята сегодня у нас пятница и наш день пошел немножко не по плану я сегодня решила оставить артёшу дома не отвела его в сад потому что что-то он засопливило опять у нас поэтому я не буду сидеть весь день за компьютером как я это планировала будет больше разнообразие в моей деятельности конечно основной минус садика летом это в том что ребенок не перестает болеть хотя бы на три месяца продолжает болеть каждые две недели вот как весь год болел короче это реально неприятно но ничего страшного температура у него нету поэтому они с папой сейчас поехали кататься на велосипедах влагопогода позволяет энергии у всех хватает вот и у папы ту бишь у алишером выходной погода сегодня правда у нас плюс 12 пока обещают плюс 14 лето по моему заказу на что-то как-то уже перебор и дожди на все ближайшие дни выше 18 градусов температура не поднимется так что я вон сижу тут свитерочки алишер уже принес кроватку смотрите вот она разложена мы сегодня будем ее собирать но то есть алишер будет собирать это кровать собственно матрас это люлька от коляски я ее буду стирать и стоит автолюлька надо мне надеть на нее все она уже высохла это мы все уберем короче тут будет порядок красота потом в течение дня покажу а еще ли вчера купил там в магазине около дачи очень сладкие восточные сладости я не знаю как это называется вот такие вот штуки я съела одну я слиплась ребята это вот мед орехи тесто пропитано этим всем это безумно сладко еще смотрю мне даже вот не хочется настолько это все приторное на мой вкус но в общем пакет тут по моему на килограмм я не знаю сколько мы это есть будем но артемий тоже за с первого раза такую штуку не осилил по одной штучке съели и хватит я распаковала свой последний заказ смотрите какая красота я взяла для малышки две тарелки это силиконовые тарелки производства турции фирма мини куей это пищевой силикон запахи не впитывает не токсичный можно в посудомойке мыть можно в микроволновку ставить короче супер удобно вот такую вот взяла для второго чтобы можно было по секциям еду раскладывать и для супчика взяла вот такую вот тарелочку она с крышкой на присоски сейчас открою покажу вот смотрите какая прелесть дела в таком бежевом цвете вот эту тарелку для супа потому что она мне напоминает знаете вот горшочки в которых готовили в русской печи и сразу ассоциация с очень такой вкусной ароматной едой ну короче еще и выглядит фотогенично крышка плотная и собственно инструкция вот и вот так выглядит присоска присоска на мой взгляд прям очень важно когда ребенок еще маленький потому что у меня артемий тарелки со стола скид вот здесь вот есть такая вот штучка чтобы отлеплять ее так что вот так выглядит вот эта суповая тарелка и вот так вот выглядит тарелочка для второго тоже на присоски и у него прям такой бомбический цвет мне кажется очень красиво будет выглядеть когда я еще еду туда наложу в общем фотки получатся эстетичными посуда гнется так что ребенок они не порежется если уронит она не разобьется нам прочная хватит ее где-то ну лет на пять точно как раз пока ребенок не вырастет ну и плюс она сертифицированные в россии и в ес так что все безопасно очень классный вариант она даже в деревянному столу у меня при приклеилась слушать не ожидала такого потому что обычно эти тарелки клеятся только вот к пластиковым стульчиком детским более пористой поверхности как дерево нет но серьезно она приклеивается отлично класс можно будет за большим столом кормить ребенка ладно в общем ссылку я оставлю внизу под видео вот я там еще другие варианты есть посуды всякие аксессуары для детей от этой фирмы и столовые приборы тоже есть так что можно прямо целый комплект собрать и заказать и вопрос решить у нас ложечки остались поэтому я взяла только тарелочки и где-то папу потерял да и что с ним случилось чудовище и что делать будем теперь без папы а как без папы то я же не умею ты же помнишь не только папа помнит тем более я тут готовила ты так рада что они пришли ну ты видишь не пришел папа только артемий пришел но по взгляду реки вижу что сейчас я готовлю обед тут куриные сердечки будут с овощами на гарнир будет гречка еще и салат сделаны с огурцепомидоры дрынза и рокула ну короче я в процессе потом покажу что получится все а Продолжение следует... 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 Думаю, то ли хозяйством позаниматься, то ли поработать чуток. Никак не могу решить, что выбрать. Потому что организовывать пространство надо. И в то же время я подустала. Да, я, наверное, посижу сейчас за компьютером, отдохну как раз от физических движений, а потом вернусь к уборке. Этот пальчик тот дедушка. Вот этот. Дедушка Таша, большой пальчик. Посмотри, дедушка, какой раз, да? Дедушка, дедушка здоровается с кем? С бабушкой. А, делай как у меня, по порядку пальчики будем соединять. Как видели, мы немножко позанимались. Ты можешь заскочить в кадр, чтобы хоть животик погладить. Дом приходит, наглаживает сестричку. Ой, тренирующая схватка. Тут часто бывают, и от них дыхание перехватывает. Такая, я повторять буду завтра. Я помню, как с Артемием я ходила, когда к ученикам, прям я до самых родов ходила, и у меня последний урок был накануне родов, по-моему, или за день, что ли. В общем, идешь, 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 начинается тренировочная схватка, ты стоишь, потому что идти не можешь, у тебя там все сжалось. Как, постоял минутку, пошел дальше, так по три раза, пока не дойдешь до учеников. Чего вдыхаешь? Ты на меня так это не дыши своими подсилами, ладно? Маленький, инфузория туфелька. Короче, была у нас диагностика. Ну, как-то у нас уже однажды была диагностика у логопеда. Мы тогда для рекламы снимали. Вот, а сейчас хочу я, чтобы Артеш позанимался, потому что, ну, время уже пришло, а Р само не пришло. Поэтому сейчас вот провели диагностику. Ну, то же самое, что и в прошлый раз сказали, хотя в прошлый раз мы у другого специалиста были тоже, что Р, Л, ну, и Р тоже надо поставить. И фономатический слух не очень натренирован, вот, это надо развивать. Все, картина осталась абсолютно прежней. Все остальное похвалили. Чем меня удивил Артемий, там надо было слова придумывать. Ну, первый слог давали, надо было придумывать. Какое слово ты нару придумал? Робот. Нет, это наро, а нару он сказал руно. Мы очень много читаем, из-за этого у него такие слова вылезают классные. Халву доедаешь, да? Вкусная халва. А нару это такая шкура золотая, да? Правильно, молодец. Молодец, ты верно говоришь. Вот, так что будем заниматься. Расписание пока не знаю, попозже согласую. А ну, будем онлайн никуда ходить вообще. Я что-то как-то поспрашивала про логопедов, сестры Рецки. Ну, подумала, позанимаемся онлайн. Мне проще будет. Ну, потому что я такая недвижимость, даже вон, до роликах дойти сложно. Ну, вот. Так что будем заниматься. И я сидела тут целый час до этого, чистила платье. Я дочистила всю изнанку и с радостью обнаружила, что, прикиньте, видимо, я его стирала вывернутым, и лицо у платья выглядит почти хорошо. То есть вот рукава, а все остальное это чистое. Ну, вот тут чуть-чуть на воротняке. Короче, я его сегодня добью. Надо будет его в стирку закинуть, чтобы окончательно очистить. И все. И у подарка здесь чуть-чуть почище будет на изнанке. Да, я его буду носить, а то как раз погода соответствующая такая. Дубак. Буду его надевать. Вот такой дубак. А сейчас мы будем делать подарок для бабушки, да? Верно? Да. Хорошо. Так, а сейчас мы будем делать подарок для бабушки. Ну, такой это, естественно, не основной подарок, это просто так. Подарочек творческий. Распечатали мы фотографии ближайших родственников бабушки, самых ближайших. А ты это смотришь фотографии. Сейчас, подожди. Сейчас я выражу. Мы их приклеим и подпишем, кто есть кто. Потому что бабушка нас всех забывает и уже не помнит, ни кем мы не являемся, ни как нас зовут. Даже детскую бабу не помнит. Да, она иногда ему говорит, ты кто такой, уходи отсюда, сейчас мой муж придет домой. Так, ты пока приложи, примерь, где ты будешь на листе приклеивать. Сначала примерно приложишь, потом приклеишь. А еще выбери, каким цветом, например, ты обведешь фотографии, чтобы у них были красивые рамки. Обвести, а где обводить? А я потом тебе обвесню. Ты можешь выбрать один цвет или разный. А я такой, вообщеだ. Так, что обвесен-шелленный цвет. Я voltar к тебе покроя. papей-шелленный цвет и отверстие с теплым. А я иду опять, разный цвет. А я хочу домой. Ну, извини. Яйка, тебе надо лежать. Я не mac verse 1cz! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отлично влез контейнер под кроватку Выгреет, конечно, не стильно Но зато нет проблемы, куда поставить игрушки детские Вот, они туда помещаются Короче, ладно Единственное, вот не знаю, что делать Вот, в общем, я хочу поставить Фу, запыхалась Сейчас попробую Я хочу поставить комод вот туда вот рядом с кроваткой Узкий Но там получается расстояние Ну, типа 40 сантиметров до стола А комод, который я присмотрела, 60 То есть комод-пеленальник По двум причинам его хочу поставить Во-первых, мне нужен пеленальник Я готова заплатить за это деньги Я буду им пользоваться около года И это реально актуальная вещь Для меня, мне это удобно И моей спине это удобно И второе У меня детские вещи не влезают в один комод Вот в этот Поэтому я хочу, чтобы у малышки тоже был свой комод И где будут лежать вещи, которые вот мы сейчас носим Чтобы было удобно все разложено Чтобы не там вылезало это все откуда-то Чтобы для подгузников место было Короче, вот хочу взять такой небольшой комод Потом мы его куда-нибудь там, не знаю Продадим или перевезем куда-то Ну, пригодится, короче Вот, но он будет 60 сантиметров А 60 Это... Это прям вот досюда И это получается Придется стол Артемия ставить Не вот как он сейчас стоит А вот так перпендикулярно И вот этот рейлинг перевешивать Я, конечно, в идеале Хотела, чтобы стол не пришлось ставить перпендикулярно Но, видимо, придется так сделать Но на самом деле Артёше будет так же удобно Потому что он сам Вы помните, одно время у него стоял так стол Ему самому было так удобно Да? Поставим перпендикулярно твой стол Пойдет? Ты готов? Да То есть мы его развернем Ты понял это? Да А я и сам так разворачиваю Да, хорошо Сделаем так? Ладно потом? А то у нас комод не влезет для малышки Вот И я еще думаю по поводу балдахина У Артемия был Малышки не знаю Но этот А балдахин это что? Балдахин Это такая занавеска Которая вот так над кроватью висит У нас осталась твоя Но я вот что-то я не знаю Хочу я или нет Но мобиль-то я точно буду вешать Вот Сейчас надо мне автолюльку Собрать Ну Надеть на нее все ее Запчасти Чтобы она была готова И можно будет приступать К распаковке люльки От коляски И стирать Шасси у мамы дома Тоже заберем Но попозже немножко Не спешу Потому что коляска будет стоять на лестнице Она очень пылится Когда Просто стоит Без использования Поэтому я ее уже хочу Ближе к делу привезти Просто у нас люлька Будет болтаться дома Но я хотела Чтобы было постирано Готово Чтобы когда я родила Уже максимум просто Алишер сгонял за шасси И все по коляске Было готово А то Если вдруг Что там раньше времени Мне вот этого Не надо организовывать Алишера Я не хочу Это очень Трудно Объяснять ему Что я хочу Чтобы он сделал По хозяйству Проще со мной все Подготовить заранее И потом уже просто Алло Коляска готова Соединяем люльку с шасси И едем Да сын Уже почти все готово Это здорово, да? Да я сапал Для малышки Его закручу Да Ты малышку ждешь? Ждешь? Жду, как жду Ждешь, как ждешь Что будешь делать Когда она родится Что буду делать Не знаешь? А кстати Малышка Раньше родится Я раньше Ее увижу Чем Вы мне подаете На день рождения Крокодила Да Действительно Она родится раньше Ребенка не показывают Потому что он чилит В кровати Он короче В одних шортах Валяется И слушает Аудиосказки Полная у него Кайф Не, зайка Не выскакивай Голеньким Не надо Ютуб нас заблокирует Выпишет нам Предупреждение Потому что футболку Надо надевать Вот так вот Ребятки Пришло время прощаться Увидимся завтра Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok